С железнодорожного вокзала Самары на Кремлевский бал отправились 90 выпускников региональных школ. Это золотая молодежь в хорошем смысле этого слова. Каждый выпускник – 100-бальник ЕГЭ и медалист. Проводить их по уже сложившейся традиции приехали представители областных властей. Выпускников поздравил Дмитрий Кочергин. Вице-губернатор зачитал ребятам приветственный адрес от лица губернатора Дмитрия Зарова. Вы наша гордость, наше будущее, на которое мы возлагаем большие надежды. Сегодня мы провожаем вас не только на Кремлевский бал, но и в новую взрослую жизнь. Где у меня нет сомнений, вы тоже будете успешны. Я вообще очень рада, что попала в число лучших выпускников. Мне переполняет счастье город, что именно мы представляем Самарскую область на таком крупном и важном мероприятии. У меня большое волнение, конечно, радость и счастье. Такая возможность предоставляется только раз в жизни. И, конечно, надо ей воспользоваться и по полной отдохнуть, повеселиться. Ты готовилась? Я готовилась, да, я купила самое красивое платье. Буду покорять Москву. В столице ребят ждала насыщенная программа. Обзорная автобусная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы. Воробьевы горы, канал Москва-реки, поклонная гора, парки. Уставшие, но довольные ребята делятся первыми впечатлениями. Да все отлично, вообще прекрасно, супер, я не знаю, мне очень нравится. И всем вокруг тоже очень нравится, все улыбаются, всем круто, весело. А я первый раз в Москве. Впечатлений очень много. Такая шикарная экскурсия. В общем, нам очень все нравится. Да, мы в ожидании бала. Это самое главное событие для жизни выпускников. Вот, и на него многие хотели попасть. О, это попала я. Резиденция президента Кремль сегодня во власти выпускников. Здесь и сейчас они главные герои. Парад нарядов достоин лучших подиумов мира. Легкие, воздушные, изящные. Здесь собрались две тысячи выпускников со всей России. Самара, выпуск 20-22. Как Самара городок, беспокойная я, беспокойная я, успокойте меня. Праздник начался у входа в Кремль. На Сапожковой площади для ребят организовали концерт. А дальше под аплодисменты и вспышки фотокамер выпускники подошли к Кремлевскому дворцу. И, конечно, чувствуют себя важными гостями. Я очень долго выбирала наряд, пособирала вещи. Перед самой поездкой у меня был такой легкий мандраж, потому что я очень волновалась, потому что, ну, это такой шанс. Я очень благодарна правительству Самарской области, депутату Александру Хинштейну, за то, что он дал такую возможность самарским выпускникам сегодня побывать здесь, в Кремле. Это очень-очень ценно. Впервые в столицу на бал выпускники отправились в 2013 году по инициативе депутата Александра Хинштейна и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который тогда был мэром. В Москву отправляются дети из неполных и социально незащищенных семей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья, достигшие высоких результатов в обучении. Поэтому акция носит в первую очередь социальный характер. Для многих ребят эта поездка в столицу стала первой в жизни. Александр Хинштейн отметил, что с каждым годом на Кремлевский бал из Самарской области удается отправить все больше выпускников. Пытаюсь себя поставить на их место и вообразить, каково это. Свои первые взрослые дни, ты один, без родителей, на поезде, практически через всю страну, с другими ребятами, рядом красивые девушки, впереди Кремль, ковровая дорожка, приключения. Ну, это же такое удовольствие, которое, я верю, у них останется в памяти навсегда. И это для нас очень-очень важно. Почему для меня лично важно? Наверное, потому что в своем детстве у меня не было возможности побывать в Кремле на балу выпускников. А у детей из Самарской области, у моих, избирателей, теперь такая возможность есть, и я за них рад. Завершился праздник шестичасовой дискотекой в гостином дворе с лучшими молодежными диджеями и звездами эстрады. Главный выпускной бал в Кремле 2022 в самом разгаре. Позади остались экзамены, детская жизнь, впереди жизнь взрослая. Ну, а сегодня, выпускник, это твой праздник, твой день. В 10 вечера Красная площадь превратилась в большой танцпол. И пусть веселье продлится лишь до рассвета, и потом виновники торжества разъедутся по домам, московский выпускной – это не просто праздник, это самый лучший старт. Елена Чернявская, Константин Головин. События.